буквально во всех хазмагах появилась пленка под названием пленка черенок мне принесли подарили знаете кто дарил я лекцию читал а хозяйка это лекция у них стол на столе много там всяких ядов всего ну сами понимаете вот и это когда я закончил читать лекцию вот там сидел всех сорок садоводов она меня пригласила у качестве как бы сказать чтоб солидность придать и вот она мне подарила вот это называется она по идее занес комиссия должна просто раствориться в воздухе то есть ее замутал а дальше уже и не снимать не надо я попробовал смотрите вы помните с каким трудом я не мог разорвать эту вот это якобы сама за ним заказывать комиссию сама разрушится снимать и надо вот она смотрите она становится вот такой да видите теперь если вы все-таки купите мой совет такой смотрите растянули сложили два раза это еще не все вот теперь она да кстати она легко рвется это мы сейчас только на ваших глазах оторвался кусок вот теперь она обладает достаточно прочностью смотрите я не смог порвать мы судьи посильнее и еще раз внимание и вот теперь все четверо теперь вы спокойно можете ей обматывать и она будет почти не хуже той которую я вам продавал месяца вот так внимание с большим трудом рвется то есть ее можно использовать на несколько рядов раз обычно изоленты которые мы пользовались десятки советские времена десятки лет только метры чтобы от сторона которая липкая не прилегала к этому корей все вот это коротко а есть еще сантехническая узнаете сантехника у каждого в этом она саквояж и это же можно на 5 несколько слоев и тогда обматывайте так идем дальше раз уже антон перестал выпускать так вк сансей ну сансей это что на учитель так теперь прошли у седине было поздно присоединился обещали рассказать на вебинаре спрашивал прошу поворачник они собственно китайки не только так значит принципе отдельно в этом и поздно присоединился и правда прошли вы ничего сегодня не говорил слива из косточки она не так уже боится влаги как абрикос и как груша но все равно не советую закапать глубже одного сантиметра это раз вот потом значит класть надо на бочок а то умники заставляют вертикально втыкать не знаю что природе она падает на бок это два значит схожесть зависит от срока сертификации обычно это три месяца три вот поэтому сейчас мои мои были зацепка сливы которые до сих пор не продал они до сих пор у меня пески а это уже пошел третий месяц пора заказывать 4 далее сливы делятся на подвоенные привойные подвоенные это у меня китайки запомнить только две красно-желтая красно-синяя красно-желтая еще вкуснее красно-синяя и та и та морозостойкий подвой но самое у меня так сложилось что огромным уважением отношусь красно-синяя как подвою а красно-желтая отношусь больше как к несобственной для урожая вот так сложилось запомнили вот это далее значит все пор как она войсла земли ничего себе делать не не надо так не надо то есть не подходить но она и раз она как несобственная значит у нее более менее нормальный штамп он не требует никакого вмешательства вот будет расти густо потом урожая вот так вот сделаю а вот да тут да принципе я все смог вместо слова слова сказать абрикос слова и было бы то же самое ничего особенного нету самококсал чё его пробовать так надежно это все и добрый вечер из ваших костечек выросли абрикосы эти перезимовали прекрасно благодарю за костоянию не понял еще раз из ваших костек выросли абрикосы перезимовали прекрасно благодарю за то есть вы годом раньше вы писали косточки значит они у вас выросли перезимовали прекрасно откуда вы знаете что перезимовали или уже знаете так ольга пушкарева юлия степанова матвеева о питомник северина ольга пушкарева я вас благодарю потому что мне не придется теперь искать а давайте нажмем а давайте нажмем вот в акачис в удивительном мире омск омск он давай сибирь внимание нажал так вот она северина а вот ее корзины вот талант не пропьешь да меня застрелили я никогда такую корзину не сделаю а вы упомянули корзину это одно я это называю ребят одной из грани таланта главное июля студентка прошла практику ее мама тоже матвея просто про и вся семья это это самое они жили у меня они высушили весь курс лекции они от меня увезли у них появилась шикарнейший волочная вишня они начали костюм размножать и она еще слаще якобы чем у меня была вот а потом пошли что горе какое прикос манджурской ветки рухнули под урожаем но это горе кто бы спорил но это лучше чем не иметь урожая вообще целые регионы россии не имеют абрикосов да пусть уже от урожая рушится это два сливы китайские те же самые желтые красно-синие вот о которых вы сейчас только выше говорили это три вот вот это я понимаю алексей добрый вечер когда сергей будет обслуживаться ну где-то наверное первых числах конце конце середине в конце апреля в этом году ранее весна может быть в середине в конце апреля будет рассылать так сергей вверх для антон дайте пожалуйста ссылку на нож переселить на нож это значит сейчас скажу так тот нож который если вы говорите который он рассылал он наверняка вас не слышит вот он уже за 7 лет по моему стал смотреть все эти вебинары только добро дает и все а можете смотрит а если говорить про нож который делает сыроватка вот самоделку то это другое дело это тогда них антона ко мне так спасибо так сейчас вы бы закончили но пишет ильдар еще подождем что он там пишет и скоро будем заканчивать и и и и и и Я, кто-то из вас, кто именно не помнит, сказал, все-таки, ну, вы знаете, такое обещание обострения, ну, в всех бывает, вот. Что касается садоводства, то человек сказал, я уже у вас заказал, заказал, но я сейчас беру и пойду искать по двое, я все, все округу переверну, но я найду по двое, и еще успею у вас заказать черенки. И тут я вспомнил, как я начинал. Я не говорю, что я уж такой выдающийся, нет. Ну, я ведь иногда из шутя называю себя хохлом. Вот. Ну, шутя, а то пусть настоящие украинцы не обижаются, вот. Если я напомню хохол или там украинец, могу я сам на собой шутить. И вот я хохол. Попадаю в 84-м году в это самое. Сюда я тут же покупаю дачу сходу, пока деньги не потратил, на риски деньги. Вот. Бабушка соседка говорит, ну, надо же, повезло. Вот повезло, ну, может быть, ее так Бог сделал, что у меня соседка, совершенно пожилая женщина, говорит, да качать там это, на рынок идти. Пошли, я тебе покажу дикие яблонки, вот. А потом где-нибудь черенки достанешь, придешь. Отошли 200 метров мы от этого, от крадьего забора. Да каких 200? 50. И показывают, как выглядят. А их там целый лес растет. Я добываю черенки. Вот. И что вы думаете, я стал год терять, я стал бы капать, пересаживать, дать им порасти. Не-е-е. Я ж как хохол. Ой, не надо обижиться кто-то на меня. Вот. Где-то это нормальное звание, название, а где-то обиженное. И вот я, назовем меня полурусский. А, кстати, я напомню на русский. Четверть крови у меня немецкая, четверть крови у меня польская. И четверть крови у меня. Нет, не так. Одна восьмая немецкая, одна восьмая польская. И четверть крови украинская и 50% русской. Так, так вот, значит, я же не мог это, что-нибудь не придумать. Вот. Я взял нож привычной черенки и пошел в тайгу. Я сделал несколько десятков прививок. Вот. Замаскировал так. Присыпал травой так, чтобы их не видно было, что я тут хозяйничал. Прошел месяц. Вот, что, ну, я там год ждал. Там же коровы ходят этими толпами. Тогда коровы были еще, это сейчас и потом их это. И они исчезли вместе с тем поколением. А тогда они лазили. Прошел месяц. Я иду в тайгу с лопатой, с тележкой. Выкапываю месяц кома в земле. А они только проклюнулись. Там всегда все с опозданием в тайге. Солнца нет. Позже оттаивает земля. И где-то в середине мая. Может, в конце мая. Вот они, зеленые почечки. И я вот эти вот самые, вот такого размера, целиком. Уже тогда интуитивно я у земли перебил это. У меня были свои соображения, так еще бродили в голове первые мысли. Самые первые. Надо не дать шанса расти по двое. Нравится ему приой, не нравится. Бой оторгнет, не оторгнет. Но ему деваться некуда. Если он вот этот по двое, внимание, а вот этот прямой, если он не срастется, значит, по двое погибнет. А зачем ему погибать? Пусть он кормит этого, чужака вот этого. Поняли, да? Пусть кормит. И он кормил. В середине мая или в конце мая я с кормом земли. А с кормом-то вот такой. И он уже как бы даже не замечает пересадки. Корм сажаю. Несколько лет у меня сад готовый. А впереди вся жизнь. А потом оказалось, что эти кисловатые, эти горьковатые, эти мелковатые. А потом давай. Бах с Украины, Квинти. Бах этот самый, мелкую канадскую, где-то у кого-то. Им место доставал. Вот так вот и надо. Догадывайся, почему я говорю? По двое и сити. Так, ну что тут добавилось? Так. Спасибо за ссылку. А теперь вы сказали сразу, как идут. Сараватка искать не надо. Сараватка живет в глухой деревне. Вот. Не всегда на связь выходит. Ну, правда, вам позволите, смотрит наш же вебинар. Вот. Он никогда не высылает. Если вы где-то живете возле Саиногорска, я могу дать его телефон, договоритесь. А если вы живете на другом конце страны, это живите без меня не обойтись. Это я рассылаю. Вот. Получается, что мой телефон, зная, зная, как коммунизаться, самое проще по WhatsApp. И все. И у вас, считайте, этот самый нож, вода не в таком-то лежат. Но я уже не раз рекламировал. Вот. Все. Даже не буду повторяться. Нож отличный. Так. Выжили поучаствовать в конкурсе на лапочках. А не надо участвовать в конкурсе. Вот. Дело в том, что тут получается... Если бы конкурс, я бы сказал, кто больше, кто две даст. Нет. Я уже назвал. Вот сейчас приходит ко мне, допустим, заказ. Минимальный заказ у меня тысяча рублей. Я никого грабить не собираюсь. Это 40 косточек. Это 5 черенков. Ну, плюс пересылка. Накиньте. Если кончики, 400 рублей. Если это... А если черенки, 500 рублей накиньте. Итого полторы. Плюс тысяча. Кто раньше, тот и это. И все. Я тут не собираюсь уже та же устраивать эти. Кто больше. Вот. Просто я хочу помочь. Ну, человек создал это чудо. Вы видели? Это... Ну, просто поверьте на слово. Несколько десятков человек сказало, что раны залечены. А они ошибиться не могли. Один может ошибиться. Два. Раны залечены. Это третий вариант. Первый вариант. Это... Ну, если уже глупостивное дело, или там искусственные раны. То есть, от ножовки, от стамески, как усят калечить деревья. Вот. От этого самого. Там... Когда сдирают с кожей. А сдирают с кожей с помощью щетки по металлу. Вот. Там, да, замазывайте. Морзобойные. Замазывайте. Вот и все. Какой тут уже ажиотаж. Кто раньше? Так. Что там дальше написано? Олег Константинович. Вы говорите, что к деревне подходить. Значит, и под как. Ой, ё-моё. Сколько раз, Елена. Я не... Что я в лесу вам скажу? Я понимаю, что это не та Елена Савельевич, а другая Елена. Вот. Вот так. Я всегда говорю одно. Не повторяйте за мной. Ещё раз говорю. Я пытаюсь отучить людей. Есть три варианта. Чуть это. Не трогать вообще ничего. У вас уже будет сад. Второй сад. И подкормите. И польёте. Ну, польёте вы холм, а она растекается вот так. А тут уже никакой ямы нет. А растекается там, где конченческих корней. Понимаете? Заслуху, конечно, подкормить надо. Заслуху, то есть, полить надо. А то, что я называю селекционный сад. Вы хотите стать селекционером? Вы хотите, чтобы мне это самое, как бы сказать, конкуренцию составить? То есть, ничего не делать и иметь 40 ветер с дерева. Ну, там-то почему 40 ветер с дерева? Сказать? А сейчас скажу. И мне тут мелькнула вот эта вещь. Вот эта вот сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот эта вещь. Сейчас только. Я когда листал, она только мелькнула. Сейчас. Ага. Вот. Видели? Вот это корень манжурского абрикоса. Понимаете? За счёт чего? Ну, чёрт-то ему ваша вода. Я только при посадке поливаю и забываю о нём. Сдохнешь, сдохнешь, значит, не годишься для Сибири. Айн не вздыхает. Каждый год. У меня я показывал это. Елена Александровна, если ты ещё не устала, если ты на связи, тебя же на работу с утра. Так вот. Вспомни. Ты тогда не обиделась. Я говорю, Лена, посмотри, мы стоим возле дерева, да? Ну, ты не маленькая, допустим, метр семьдесят пять, восемьдесят, да? Ну, под два метра, это если округлять. Так я говорю, давай совинчик померим. Они молодые были, им тогда было пять лет всего. Шесть, три твоих роста. Три твоих роста. И получилось, что мы новую меру изобрели. Три твоих роста. Девушки не самой мелкой. Даже, наверное, выше средней. Три твоих роста. За пять лет. Мерили, мерили. Переснимали, снимали. А почему он ни разу не палитый? Хоть раз видел, что я туда со шлангом бегал. Даже к яблоням не подходил, к грушам. Никому не подходил. С лекой. А вот он, корень-то, вот он. И вот тогда получается, есть крайний случай. Что такое крайний случай? Крайний случай, это когда... Вот, видите, ваше это самое. Это когда мой случай, ваш случай, помогать. А третий случай, это как раз все, что отменить, все, что было придумано, вот это глупости. Вот это и надо. Так, Владислав, добрый вечер. Все, закончили разговор. А, нет, погодите. А, я же не дочитал, Елена. Тогда я читаю сначала. Если вы говорите, что к деревне подходить, значит, подкармливать не надо. Но я же ответил по обстановке. Они же при росте питаются, значит, питание вносит, выносят. Что же остается для лечения? Объясняю. Хорошо, что вы толковый вопрос задали. Спасибо вам. У меня бывает что-то важное, я пропускаю. Итак, я вам показал, у меня есть специальные фотографии. Огромный слой вот такой вот. Листвы. Почему он такой листвой? Огромный слой. Да потому что на дереве максимальное количество листв. Я же здорово их не отрезал, ветки. Когда отрезают ветки, ах, туда солнце должно попасть. Ах, Тимирязев. Тимирязев такой же оказался этим, как благодаря этому, Чарльзу Дарвину, миллионы людей были уничтожены, потому что Бога нет. Раз, значит, кто-то сочинил атомную бомбу как прорыв в науке, и мы теперь имеем десятки, сотни этих атомных электростанций. Если брать эти самые, их количество реакторов, то их сотни по земле. Но кто-то же уничтожил сотни тысяч японцев этой же бомбой, двумя бомбами. Понимаете? Всё вот так вот полом. Вот так вот оно и происходит. Так вот, листья, толстый слой, это когда дерево не искалечено. Все листья упали. Идёт год за годом. Никаких подкормок нет. Где оно берёт? Оно расширяет и расширяет, расширяет корни. Оно продолжает расти. И в 20, и в 30 лет вот такие приросты. Бывают уже не такие, уже вот такие. Откуда приросты? Корни. Докормили, дало приросты. Дало ещё больше урожая. А корни пошли глубже, шире, глубже, шире, глубже, шире. И вся вот эта вот подложка, вся вот эта, она вся достаётся корням. Зазиво всё перегнивает. Тысячи, десятки, сотни тысяч червей работают. Работает целая фабрика. Вот. Эти ненавистные, окружённые ненавистью муравьи, они съедают всё, что шевелится. Накапливается гигантское количество отходов от любого муравейника. Гигантское количество. Всё это потребляют опять эти самые деревья. Вот. Грибы, грибы, а это же тоже часть цепочки. Гриб, он же не просто на гриппе, что вот гриб, вот он носёт гриб. Ой, я уже не буду в этом деталь, вы так поверите. Вот. И получается, дерево 30-40 лет и ни одной подкормки. Это как понимать? Вот так и понимаете. А вам не советую, подкормите. У вас же как? Вот. Ну, 5-10 лет. Вот они сумасшедшего рожая. Ну, подкормите. Я иногда, я же не выбрасываю это самое, золу из печки. Я взял ведро в золу и вот так вот иду, вот так вот посаду. Иду. Даже не, не это, не вникаю в какую-то что-то. Вот взял, рассыпал, да. Вот. Было от соседей, когда купил, прикупил усяцок, там была полуизгнившая это, полуизгнившая опилки. Вот. Ну, чё, я их тоже раскидал. Они сверху лежат, никому не мешают. Да гниют и всё. Вот это единственная подкормка. Не пропадать добро называется. Так, что там дальше? Как у нас как раз подкормлено, наверное, это слово снег, да? Снега по метру. Ой, вот, я знаю об этом уже, сколько людей мне написало, сколько фотографий. Я откопал о снегу деревьев, когда начал таять и теперь стоят в сухих холмах, рядом поток. Ой, молодцы. Но обнаружились небольшие сломанные ветки. А куда деваться? Которые висят. Этих надо полностью, или пусть так и висят поломанные. Извините за банальные вопросы. Подождите ещё немного, когда появится зелень. Вот тогда вы точно будете видеть, что отрезать, что это подключить. Вот, вплоть до того, что ветку выпрямить и подвязать. Вот, погодите, не спешите, это всегда успеется. Вот, когда повисло поломанное, ну, потом отрежете, то, что отсох. А вот целиком избавилось, Боже. Вот, я за это говорю, я всегда предупреждал своих, увижу, что, ну, так образно, вот за тысячи отрезали, увижу, что вы вырезали целиком ветку, я приеду и вас это, пальцем вам отрежу, тем же секатором. Так, ну, всё вроде бы, договорились мы обо всём, да. Вот, обо всём договорились. Ну, тоже призыв, значит. Как-то вам не купят эти сухие, чтобы здесь годом позже посадить. Годом позже. Потом будет локти кусать. Догадывайся, почему. Коталок обновился. Того не было, появилось, того не было, появилось. А знаете, почему? Вы заметили, я это, это помню. А, кто из вас? Михаил, помните? Нет. Да, Михаил Визигин. Всё, я отказываюсь от заказа, вы мне это, отказали, этот самый, портал Матинский. Я вздохнул, пошёл искать хоть одну веточку. Целое дерево нашёл. Заклинило меня, и всё. Целое дерево нашёл. Вот. Срезал 10 веток. Сейчас у меня есть, сейчас аппорты. А вы этот аппорт видели? Это же не ветром надуло. Вот это вот. Сейчас я ещё раз покажу. Кстати, вот эти вот самые, у меня три черенка, я выбросил. Именно вот это, с левой, знаете почему? Это не К2. Не К2. Вот, я почему выкинул? Прошли. В эту пору на балконе начинают порастать абрикосы. Абрикосы я обновляю постоянно. У меня обрезка специальная на это, на заготовку черенком, годом спустя. Поэтому мне не жалко. Но вот когда я выкидывал три пророжива веточки вот этого, мне так обидно было. Им цены нет. Или вы скажете, есть цена? А, да, 200 рублей. Так, и ещё, ещё-таки я порт покажу. И где? Ребята, в абазе. В абазе, в абазе. Вот. В центре сибирских гор. Черенок мой. И мёртвый сад на шести гектарах. А, вы же поняли уже, да? Ну, пусть ещё расскажу. Вот это его абазинский садовод. Вот как его зовут. Вот как его зовут. Андрей Владимирович, да? Вот именно он мне написал. Нету сада там. Ну, хорошо, умер этот самый владелец сада, да? Наивный директор. Вот где-то собаку съел. Не одну собаку. Директор завода. Умнейший, грамотнейший мужик. Ну, как только становятся садоводами? Какими детьми всё становится? Вот, я не мог спасти этот сад. Невозможно. Сейчас показать вам его, но я уже боюсь. Да и не хочу. Я столько раз показывал эти самые изувеченные, дерьмовые, из посылок, ещё изувеченные собственными руками. Я так листал книгу и увечил, листал и увечил. Бороздование. Взять нож и вот каждому саженцу, каждому вот так вот ножом, до этого, до этого, до древесины, до, как сказать, до сердцевины. Зачем? В книге написано. А в книге написано. Как же это не искалечить штамп, если он потом сам искалечится? Он же потом лопнет. А мы заранее его искалечим, вот он лопнул, а теперь он лопать не будет. А что ему лопать? Тяжелый, блядь. Всё, ребята, хватит. На мат перехожу. Ну что, друзья, до свидания. А, вот. Заказать семена в каталоге железа, 23-й год. Вот. Ну, пусть 24-й, уже время изменилось. 23-й лет 24. Это оказывается у этого самого, у нашего друга, у Антона Сафронова это написано. А, красота. Вот умеют же люди работать? А? Умеют? Молодец, Сафронов. Только, извини, дружище, вот у нас с тобой есть отдельный почтовый ящик. Вот. И в этом году, в этом месяце там всего хорошо, если 2-3 заказа. Вот. Мало того, что у меня лучший этот самый запас семян в России, ну, хорошо, ну, есть такой же в этом самом, в Белгороде. Ну, сравните по мордостойкости. Перенесите эти все саженцы, черенки, косточки, белгородские сюда, в Сибирь. Ведь что же померзли, чертовой матери? Сомневайтесь? А эти не берут ни хрена. И мы с Сафроном заработать не можем. Какой красивый каталог. Какая красота. Ну. И самое главное, ведь не ходим же с протянутой рукой дать нам денег. Мы предлагаем то, что на самом деле стоит в 100 раз больше. Ну, вот выговорился. Друзья мои, давайте расставаться. До свидания. Я жалко, еще поговорил. Но вы устали. В прошлый раз мы говорили еще лишних 40 минут по. Но в этот раз хватит остановить трансляцию. Аплодисменты. Продолжение следует...